Вот Антон, зачем нужны путешествия? Наука о путешествиях. Мы изучаем во всех странах, как туда можно приехать. Визы, пограничные переходы, свойства ментов. А как вообще в мире отношение к русским? Правила или хорошие, или никакое. Нужно помнить, что бюрократы, они немножко из другого теста. И в некоторых странах могут представлять даже определенную опасность и вред. Коммунизм построить в отдельно взятой стране не удалось, но в отдельно взятой избег. Избег, пожалуйста, да, пожалуйста, да. Дасизм, кришнаизм, все видео. Почему ислам? Вот завел себе жену Катерину Байеру, мне в хаджа насоветовали. Вот, я ездил в хаджу, в Мекку, и мне там все по совету. Все хорошо, но надо завести жену. Мне уже 40 лет, уже пора. Надо начать путешествовать, прочитать мою книгу «Практика вольных путешествий», изучить методы автостопа, других принимать самим гостей у себя дома побольше, приносить пользу другим людям. Чем больше вы приносите людям добра, тем легче вам жить и путешествовать, независимо от того, что у вас есть в кошельке. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Антон Кротов, известный российский путешественник, автор 54 книг и человек, побывавший в 130 странах мира. Да. Вот, по-своему легендарный человек, и я очень рад, что ты у меня в гостях. Ну, хорошо, я тоже у тебя рад быть. Антон, много вопросов. Я старался не делать их банальными совсем, но все-таки нужно начать с того, кто ты и чем занимаешься, потому что не все зрители тебя знают. Конечно, не знают. Расскажи про себя, вот, как ты начал заниматься автостопом, и на сегодняшний день, как это повлияло на твой образ жизни. Сам по себе автостоп – это не самое главное. Я, да, но занимаюсь путешествиями 30 лет. Начал с того, что ездил на электричках, пересаживаясь с одной на другую, когда мне было 14-15 лет, потом постепенно освоил еще и автостоп, а потом постепенно уже познакомился и с другими людьми, которые путешествуют тоже самостоятельно по России и по другим местам, и уже сформировал и свою систему путешествий, которая как раз изложена в книге «Практика вольных путешествий», технологии самостоятельных или, опять же, вольных путешествий дешевыми способами по России и по разным другим странам. Ты с 15 лет путешествуешь? Да, активно езжу с 15 лет. По образованию кто-то? Расскажи про образование. Ну, образование я имел, несчастье, как и многие из нас, торчать в школе около десятилетия, и потом еще два года учился в институте на прикладной математике, потом уже ушел и стал уже свободным человеком. Людей интересует, вот ряд моих знакомых, какие предметы больше всего нравились, не нравились? Ну, не нравились, наверное, в основном предметы. Больше нравились там математика, физика, такие настоящие предметы. А не нравилось всякое фуфло, типа русский язык, литература вот такой вот. А почему русский язык фуфло? Потому что, собственно, учат не русский язык, а ерунду. Как подчеркнуть одно слово, как его обвести в какой квадрате, как сделать схему предложений. Я уже в седьмом классе разоблачил, что это не язык, а ерунда. Написал сочинение нашей учительницы Марии Александровны Колбасиной о том, что мы изучаем ерунду, и разоблачил всю ее деятельность. Но после этого она ничего не смогла больше против меня делать. И уже седьмого класса сначала зачитала мое сочинение, перед классом долго оправдывалась, ну и потом меня уже не дергало. Вот, меня уже никогда не спрашивал ни домашнее задание, ничего. Я не ходил на эти русские языки. А она отыгрывалась до мной на литературе. Потому что литература тоже такой аморфный предмет, который не изучает какие-то важные вещи, а только изучает представление учительницы о разных писателях. При этом ты очень грамотно пишешь. Ну, а что такое несложное дело? Если ты видишь слова, ты запоминаешь, как они пишутся. Если ты давно читаешь, пишешь, понятно, привыкаешь видеть слова в разных видах. По поведению было не очень хорошо. Не помню уже, наверное, не хорошо. Я понял. А родители? Чем они занимаются? Писатели у меня, родители писателей. Отец у меня писатель, он писатель, философ, сказочник, автор больше, чем 150 разных книг. И мать у меня тоже пишет книги о воспитании детей, о своей жизни, о разных людях, там типа клоуна Ингибарова, с которыми она была когда-то знакома. Так что у меня родители оба писателя. Хотя в советские годы они занимались и другими сопутствующими делами. Они как начали относиться к твоим путешествиям, особенно длительным и на дальние дистанции? Ну, с беспокойством, как и любые родители. Все родители относятся к детям своим с беспокойством. Будь они заниматься будут хоть путешествиями, хоть они будут там, не знаю, из дерева досочки выпиливать или какие-нибудь там строгать там. Понятно, что чем не занимаешься, родители всегда будут беспокоиться. И у меня тоже беспокоятся. Если сейчас беспокоятся, то надо им периодически сообщать, где ты находишься, где я нахожусь, что со мной происходит, докладываться, что все нормально. А как ты добился того, что они начали плюс-минус нормально относиться к путешествиям? Ну, это просто, я думаю, что частично заслуга самих родителей. А во-вторых, просто терпение. Чем бы вы не занимались долго, тем больше будут привыкать. Если человек в течение 10, 20, 30 лет делает что угодно, будь то там, не знаю, делает там чучело зверей или там копает колодцы, чем бы ты ни занимался, родители постепенно привыкнут. Особенно, если уже эта деятельность какой-то приобретет признание у других людей, и ты не будешь из родителей высасывать деньги. Потому что очень важно, что родители-то беспокоятся, что ребенок будет постоянно деньги высасывать из родителей. Одни убытки будут. А если уже убытков-то нет, то беспокойств уже как-то меньше будет. Ну, вот про деньги вопрос тебе часто задают. Чем зарабатываешь на жизнь? Так обычно звучит вопрос. Да, я зарабатываю на жизнь продажей своих книг. Некоторые из них находятся здесь. Вот они книги приобретают. Вот самая главная книга «Практика вольных путешествий» с базовыми знаниями о том, как путешествовать автостопом, как ездить на локомотивах, как ездить на попутных пароходах, как ночевать в незнакомой местности, как питаться, как общаться. Это самая базовая, основная книга. А также есть разные книги. Путеводители по разным странам. Повести о моих путешествиях, о приключениях, поездках автостопом в Индию. Или решение проблем по-простейшему. Книга о решении разных бытовых жизненных проблем. Так что я пишу книги, издаюсь и продаю. Вот и есть мой заработок. Но при этом в среднем сколько ты находишься в городе, в квартире в году? Это в прошлом году, точнее в 2019-м. Получилось 11 месяцев ездил, месяц в Москве. А в прошлом году, в 2020-м, который был коронавирусным, я говорю, что месяца 3,5-4 пробыл в Москве, потому что нас всех позапирали. Вернулся с Африки, с Чада. И нас заперли. Ну и в этом тоже был свой плюс. Пока я сидел дома, написал вот хорошую новую книгу «Дорога в Чад». Написал, выпустил, вот как вернулся с Чада 18 марта. А в конце мая у меня уже книга была на руках. То есть, удобно. Это плюс вышел и от этого карантина. Получается, ты все время крайне рационально используешь. Ну, надо так, иначе ничего в жизни не получится. Ты пишешь книги, но при этом сам читаешь? Конечно, я люблю читать всякую историческую, религиозную литературу, книги своих друзей, которые тоже путешественники. Потому что у нас целая уже тусовка людей, которые пишут. И многие из них тоже пишут книги-путеводители по разным странам или рассказы о своих путешествиях. Я их тоже читаю, коллеги все-таки. Какие-то другие виды творчества, там кино? Не люблю никакого кино, нет-нет-нет. Ну, в год, может быть, 3-4 каких-нибудь фильма посмотрю с какими-то друзьями в качестве коллективного времяпровождения. Когда был карантин, посмотрелись, приехал ко мне друг, мы посмотрели один день про Ленина, второй день про Стали, на третий день про Хрущева, а потом друг уехал, и вожди закончились. Ну, чисто за компанией. Ну, интересно было и про вожде, и с другом посидеть. Понятно. Ну, вот я хочу подойти к путешествиям с такого, наверное, для тебя дико звучащего вопроса. Но, тем не менее, вот, Антон, зачем нужны путешествия? Да не нужны они, ну, не путешествуй. Вообще путешествовать совершенно не обязательно. Некоторым людям, да, это нравится. Так же, как любое редкое занятие, оно кому-то нужно, а большинству людей оно совершенно не нужно. С моей точки зрения, конечно, хорошо, что нам Всевышний дорвал целую планету, было бы смешно сидеть в каком-то одном уголке и не побывать в других местах. Так же, если человек, например, получил, там, не знаю, от государства, там, шестикомнатную квартиру, там, ему почему-то выдали, а он будет сидеть только на кухне, потому что на кухне еда вкусная, а в другие места ходить не будет. Или будет только в туалете сидеть, потому что там вода жопчет. Конечно, интересно и другие комнаты посмотреть. Так и мне тоже, конечно, интересно посмотреть другие города, другие страны, тем более, что я какой-то деятельностью занимаюсь. Где-то я просветительской деятельностью занимаюсь, какой-то там лекции читаю. Где-то я изучаю, как живут люди в древности, потому что в некоторых комнатах нашего 200-квартирного дома люди живут, как 500 лет назад ничего не поменялось. Некоторые люди делают там всякие фестивали, реконструкции, а некоторые люди могут поехать, там, посмотреть, как папуасы живут и сейчас, без всякой реконструкции, без электричества, без интернета и без ботинок. Так что иногда это путешествие в прошлое. Описать для людей, как жили люди раньше или как они живут сейчас в разных местах. Где-то я тоже просвещаюсь, лекциями выступаю, как там в Индонезии, например. Где-то просто для удовольствия. Так что есть определенные у меня цели путешествия, но это совершенно необязательно. Можно быть счастливым человеком, даже не покидая пределы в Ростовской области. Но ты практически ответил на мой следующий вопрос, что тебе лично дают путешествия. Что-то к этому можно добавить? Еще какие-то эмоциональные переживания, может быть опыт какой-то духовный. Ну я же сказал, что, может быть, на лекциях говорил, тебе не сказал, что в путешествии там год за 10 лет, день за неделю, это продление жизни получается. Событий много, встреч много, месяц за год, а год как 10 лет. Ты встречаешь разных людей, которых бы ты не встретил дом, потому что не знаю, что тебе надо прийти. Встречаешь людей с разных социальных слоев, с разных стран, разных профессий. Ты общаешься с людьми самыми разными, очень классными. И таких людей найти, именно вот в путешествии, проще, чем дома. Судьба тебе посылает самых разных. И ты, общаясь с ними, тоже лучше свою жизнь представляешь. И понимаешь лучше свое дело в этой жизни. И видишь разнообразие жизненных путей, которые существуют. Кого только в дороге не встретишь. И потом возвращаешься, все эти люди как бы в тебе живут и делают твою жизнь более объемной, более многообразной. А вот такое какое-то калейдоскопическое мировосприятие не появляется? Что постоянно меняются люди, места, города, машины. То есть, ну это каким-то образом может быть, я не знаю, рассеивает внимание или нет? Ну меняется, конечно, все меняется. Ну не всем же сидеть, как какой-нибудь человек йог, медитирующий там в кустах. Сидит он на камне, медитирует там 20 лет или на столпе сидит. Есть люди, которым так нравятся какие-то внутренние путешествия. А мне, да, нравятся наружные. Да, действительно, сегодня Ростов, завтра Новочеркасск, потом Воронеж. Вот, а там потом Мадагаскар, потом Исландия. Да, вот так вот, да, мир большой, многообразный. Действительно, перед моими глазами проходят разные места. Ну это нормально мне, как привычно. Ну вот интересно, что ты признаешь за другими права на самую разную деятельность. Лишь бы это было личное дело человека и он выражал себя. Если это их выбор, конечно, люди могут заниматься. Главное, найти свое любимое дело на этой земле и делай его хорошо. Понял. Вот ты говоришь, что путешествия оздоровляют. Неоднократно это упоминал, но в то же время у тебя в книгах, я читал, что в путешествиях один год идет за несколько лет, вот по внешности, я помню. Ну, многие люди мне уж давно замечают, что я выгляжу там старый и так далее, что борода там и еще что-то старит. Может быть, так оно и есть. Вот, неизвестно. Ну, средне неизвестно, как это там к старости, как это будет влиять. Неизвестно. Ну, это, скорее всего, борода, потому что... Неизвестно, может быть, в течение там 30, через 30 лет задашь мне этот вопрос, я буду лучше знать технологию старения и насколько оно быстро происходит, путешествия медленно, это будет известно там через 30 лет. Скажем, у нас Владимир Петрович Несин, который ходит пешком, босиком по всему миру. Если там он 70 лет делает подъем с переворотом на турнике, а некоторые люди, которые не путешествуют, не делают. Это уже интересная особенность или путешествия, или лично Владимир Петрович. Это можно определить только через много лет, когда вырастет большое поколение престарелых путешественников. Вот и видим, они останутся живые или испортятся быстрее. Посмотрим. При этом ты писал, что мимо турнику стараешься не проходить. Нет, вот сейчас даже у тебя нашел высоту турник. Ты и занимался. Да, да, да. Когда шел обратно из Ростова, да, нашел уже. Я понял, здорово. Ну, вот смотри, по терминам. Вольные путешествия – это красная нить, которая идет через все твои лекции, через всю твою жизнь. Коротко ты можешь описать зрителям, что это такое, чем они отличаются от других видов путешествий? Товарищи зрители, вольные путешествия – это такие путешествия, в ходе которых мы большую часть времени проводим в обществе простых людей, местных жителей, которые не являются персоналом, для которых это общение с нами не является работой. То есть, мы стараемся большую часть времени ночевать не в гостиницах, а в гостях у местных жителей. Ездить там не на такси, а на попутном транспорте. Общаться с людьми обычными без гидов и переводчиков и смотреть достопримечательности тоже самостоятельно, а не без каких-то местных, ну, опять же, гидов, помощников. Мы видим мир такой, какой он есть, а не как там хотят его показать или пугливые журналисты, или составители гранцевых путеводителей и буклетов. Вот. Вольные путешествия оказываются интереснее, веселее, дешевле, ну, и, может быть, более длинные, чем путешествия организованные. Потому что я все организовываю сам, и мы все, когда едем, да, организовываемся сами, да, в каждом городе находим себе сами ночлег. Как правило, да, это у местного жителя какого-то, который обычно первый раз меня видит. Ночуем, общаемся с людьми, опять же, с которыми первый раз мы их видим, неподготовленные, которые не подготовились, что нам надо специально показать или рассказать, и едим обычную местную еду, а не ту, которую подготовили в ресторане для интуристов. А там, оказывается, дешевле и полезнее, чем интуристическая еда. Так что тоже полезно. Академия вольных путешествий, как пришла идея создания ее? Ну, идеи создавать разные сообщества, это идея тысячи лет, наверное. Люди всегда создают какие-то сообщества по интересам. Разные тусовки, и в том числе и автостопные клубы тоже существовали и раньше. Например, в России существует Петербургская лига автостоп, основанная в 1978 году. Основатель ее Алексей Воров, он до сих пор ездит, уже больше, чем 40 лет он ездит, на ездит 2 миллиона километров. Это первый автостопный клуб. Есть и другие сообщества. Потому что, когда уже я свою тусовку, которая вокруг меня возникла, мы с друзьями стали думать, как ее назвать. Ну, уже вот назвали, да, Академию вольных путешествий. Это было в 95-м году. Но мы уже знали, что есть и другие тусовки. То есть, поначалу, когда я ездил, никаких обществ не знал, а потом уже, когда я стал широко распространять свои знания, свои идеи, оказалось, что есть и другие люди, которые тоже уже научились путешествовать и создали свои сообщества. И я тоже свое сообщество придумал ему название. Вот и все. Это был 95-й год уже, 26-й год уже идет вот так. Мы с тобой очень интересно беседовали про еще более раннюю предначальную историю автостопа. Вот можешь рассказать людям, потому что это для меня было удивление, что в советское время автостоп был. Ну, наверное, да. Для тех, кто еще не знает, действительно, автостоп существовал в советские годы. И более того, существовало такое комсомольско-профсоюзное общество «Автостоп» еще в 60-х годах. Вот. От профсоюзных организаций выдавались людям такие книжечки желтые с надписью «Автостоп». Даже были талоны на автостоп. И водителям, которые подвозили автостопщикам, автостопщик выдавал эти талоны, а водители могли с этого что-то выиграть. Там какой-нибудь там утюг или там стиральную машину или еще чего-то. Это общество было в 60-х, 70-х годах в западных республиках СССР, значит, СФСР, Прибалтика тоже было. В Средней Азии, не знаю, может быть, и не было. Ну, и до сих пор, конечно, есть такие старички, которые когда-то ездили автостопом в 60-х годах. И приходят на мой элег, скажут, а книжечки-то у вас есть? Я говорю, книжечки у нас как вот такие есть, книжечки. Вот. А вот такие, как у вас, книжечек у нас уже нету. Вот. Потому что сейчас, конечно, автостопа может есть каждый, даже не будучи членом профсоюза. А так, да, в советские годы пытались таким образом развивать движение людей к коммунизму. Понятно, что автостопом было ездить с экономической точки зрения более выгодно, чем на автобусе. И плюс еще было мало транспорта, мало автобусов, мало поездов, не хватало транспорта. И так стимулировали водителей подвозить автостопщиков. И автостопщиков пользоваться, туристов пользоваться попутным транспортом. Ну, и были свои там тоже правила, там, в этой книжечке правила, там, автостопа, какие там надо было соблюдать. Но современные автостопные движения не имеют какой-то связи с этим профсоюзным обществом, потому что все уже довольно, ну, довольно давно уже загнило эти вот профсоюзные движения, как и весь Советский Союз. Все вот развалилось. Вот. И наши автостопные движения уже неформальные, никак официально не регистрированы, просто объединяют людей на почве общих интересов. У Антона есть целая книга, посвященная истории автостопа. Я ее приобрел, вот, буду изучать. Очень интересно. Про вот эти объединения, разные сходки. Дом для всех, лесной трезвый сход, поездатый трезвый Новый год. Вот, их цели каковы? Ну, их цели, вообще, человеку здорована Всевышний, вся планета. И нам не повезло ее испортить, привести ее в довольно смутное состояние. И мы тоже, как человечество, находимся в состоянии таком мутном. Поэтому, конечно, нужно превращать Землю обратно в рай. И это как раз наша задача. Но превратить Землю в рай всю сразу одному человеку невозможно. Поэтому мы стараемся создать такие очаги нашего такого общества, которым мы хотим видеть на Земле, вокруг себя. Поэтому и дом для всех, которым я скажу, и лесной трезвый слет. Вот это такие вот общества, такие места, где происходит все, как должно быть. И можно сказать, что это коммунизм. Всем по потребностям, от каждого по способности. Можно сказать, что это такие райские уголки. Мы их создаем определенное время, которое заранее назначено. То мы собираемся на лесной трезвый сход. Не только мы, но и каждый человек может приехать, где есть определенные правила. Там нельзя пьянствовать, нельзя наркоманить, нельзя этих самых животных, домашних и диких, приводить. Люди там делают один большой костер на все, там 600 человек. Один костер, одна кухня, большие кастрюли. Каждый человек может поесть сколько ему угодно. Независимо от того, богатый или бедный, все там питаются. Общая кухня, волонтеры готовят еду на 600 человек. Мы делаем лекции, делимся информацией, сведениями о путешествиях. На 600 человек там выступает, скажем, 60 выступающих, которые каждый рассказывает про любой регион мира. Найдется какой-нибудь специалист. То про Таймыр, то про Камчатку, то про Вануату, то про Кирибати, про Крым и про Кольский полуостров. Люди делятся знаниями о путешествиях. Их ищутся попутчиков, друзей, совместно собирают дрова в лесу. И участие в сходе бесплатно. Если кто-то даже не имеет палатки, есть палатка для бездомных. Их можно разместить. И такой большой сход происходит сейчас дважды в год большой, на котором вот 600 человек. А есть также и маленькие трезвые сходы, которые в разных регионах возникают. И вот в этом году, в 2021 будет 10 разных сходов. Будем делать сход в Приморье. Мы делали уже Приморье. Будет сход в Хабаровском крае, будет сход на Байкале. На Байкале мы тоже делали уже. Будет в Красноярском крае. И так далее. Движение трезвых сходов расширяется. Люди через эти сходы общаются друг с другом и находят себе подобных друзей. Или общаются с старыми друзьями. А дом для всех это примерно то же, но когда жилище для этого снимается. То есть не в лесу происходит, а на более долгий срок снимается жилище в каком-то городе мира. Мы снимаем квартиру или дом, как база путешественников снимает. Или я снимаю. Или кто-то из наших друзей, коллег снимает. И каждый человек туда может приехать и жить там бесплатно. Или оставить любое пожертвование. И тоже есть такие зачатки коммунизма. То есть каждый, кто хочет, может еды какой-то принести. Здесь нет денег, может не приносить. Может подежурить. Каждый человек дежурит иногда. Готовим еду. Дежурный готовит еду на всех. Убирает квартиру, встречает новых гостей. И вот такие дома для всех уже 70 раз возникали в разных местах мира. Первые 14 домов я лично делал. А теперь уже многие люди научились это организовать. И организуют такие проекты на 2, 3, 4 месяца в разных местах мира. Так что где мы только не жили. Не только это же какие-то мои друзья. И незнакомые люди приезжают. И иностранцы приезжают. Там и американцы, и евреи, и литовцы. Но, конечно, русских больше. Потому что информация больше распространяется в русскоязычном сегменте интернет. Поэтому больше советских граждан. Русская, Россия, Украина, Белоруссия. А так и иностранцы тоже появляются. Тоже живут с нами. Тоже спят в спальниках, на ковриках, на полу. И тоже готовят еду. И изучают наш образец такой коммунистической жизни. Мне понравилось, как ты сказал, что коммунизм построить в отдельно взятой стране не удалось. Но в отдельно взятой избе. Избе, пожалуйста. Коммунизм в отдельно взятой избе или квартире, которая перемещается по городам, возникает в городах в заранее назначенных местах. Где мы только не открывались. В прошлом году было меньше домов. Потому что был коронавирус, все заграничные дома не открылись. Был на Алтае проект. Был дом на Кольском полуострове. Там пожило 118 человек. И был дом в Калининграде. А в прошлый год, где только не открывались там и Южная Америка, и Мексика, и Непал, и Иркутск, и Владивосток, и Камчатка, и Каир. Очень много людей. И Марокко. Кто такие мудрецы? И что такое наука? Мудрецы – это наше корпоративное внутритусовочное название. Мудрецы – это люди, которые занимаются наукой. А наукой мы имеем в виду наука о путешествиях. То есть, не всякая наука, там ни химия, ни физика, ни социология. Именно наука о путешествиях. Мы изучаем во всех странах, как туда можно приехать. Визы, пограничные переходы, свойства ментов, еды. Сколько стоит лепешка хлеба, какие там ходят поезда, какие там дороги. Вся эта географическая такая социальная наука, именно связанная с путешествиями. И эту науку мы эти все знания систематизируем, излагаем ее в книгах, в путеводителях, которые мы пишем. Не только я пишу путеводителя. Многие мои друзья пишут путеводителя в интернете, читаем лекции. Как правило, мудрецы не только те, которые много знают, но и те, которые какие-то имеют печатные труды и выступают с лекциями. Поэтому выступают с лекциями не только я, у меня уже прошло больше тысячи лекций в разных городах, но и другие люди тоже выступают с лекциями в разных городах. Страноведческие лекции. Кто-то, опять же, про Мексику, кто-то про Норвегию, кто-то про Исландию, кто-то про Гренландию рассказывает. И многие книги пишут. Некоторые есть, которые не пишут книги, только рассказывают. В общем, мудрость – это именно такое тело, связанное со знаниями. Но мы знаем, что есть мудрецы, мудрые люди могут быть совершенно разные, которые никогда не путешествуют. И понятно, что есть в общечеловеческом плане, там есть всякие мудрецы, Сократ, Платон, которые, может быть, и не путешествовали таким образом. Но у нас именно корпоративное название мудрец для людей, которые именно связаны с вольными путешествиями и эту науку двигают вперед. Все, что ты сейчас сказал, полностью лишает смысла следующий мой вопрос, но он у некоторых людей возникает. Они боятся всего непонятного и неизведанного. И они вот так посмотрят и скажут, там, Антон, да, вот у вас же секта. Расскажите, что это за секта такая? Вот что можно было сказать? Все-таки, если секта – это какая-то религиозная община, которая имеет общую религиозную идею. Все-таки у нас в тусовке путешественников и нет какой-то религиозной идеи общей. Среди путешественников есть и христиане, и мусульмане. Я вот, например, мусульманин, есть атеисты всевозможные, есть последователи макаронного монстра, есть неверующие люди, всякие есть граждане. У нас нет какой-то религии, поэтому это никак не секта, но, да, это тусовка людей, которых интересует определенное. Вот, понятно, что есть свои тусовки у всех, у нумизматов есть, у там, каких-нибудь исторических реконструкторов, у любителей, собирателей марок, у филателистов, у всех есть здесь свои какие-то тусовки. У нас тоже есть такая тусовка, но она открытая, каждый человек может прийти, поучаствовать в слете, поучаствовать, пожить в доме для всех, побывать на лекции, съездить в какое-то мероприятие, как этот же трезвый Новый год, например, и так далее. Это не закрытое общество, это открытое с очень размытыми какими-то краями, то есть есть многие люди, которые там приезжают к нам на одно какое-то путешествие или в какое-то одно мероприятие. Вот сейчас у нас был трезвый Новый год в поезде Москва-Севастополь, у нас все было, мы, я пригласил, все желающие могут приехать. 64 человека поехали в поезд, это не вольное путешествие в таком нормальном смысле слова, это мы едем просто на поезде, купили билет в один поезд, чтобы у нас была трезвая тусовка по обмену опытом путешествий. И вот 64 человека сели на один поезд, поехали в Севастополь, дальше разбежались по Крыму в зависимости от интересов. Пока едешь в поезде, со всеми уже перезнакомились, с новыми людьми в том числе, а приехали разные люди. Одна там девушка с Бурятии приехала, одна тетка приехала с Кемеровской области, кто-то с Москвы, кто-то с Питера, с разных городов. Приехали все в этом поезде, едем, потом по Крыму разбежались, кто-то потом в Абхазию, кто-то к вам в Ростов, кто-то еще куда-то. Все разъехались и это как раз такой поезд по обмену опытом, и каждый человек в таком проекте участвует, кто хочет. И то же самое в домах для всех, тоже каждый может участвовать, пионеры и пенсионеры, кому-то там 15 лет, кому-то 80 лет. То же самое и в других мероприятиях на слете. Так что это достаточно открытое сообщество и не обладаешь какой-то одной религиозной идеей. Хотя мы, друзья, приветствуем какие-то религиозные диспуты, обсуждения. Если кому-то интересно поговорить на эту тему, то заходите там на отдельную площадку, поговорим и об этом, пожалуйста. Вот лесной трезвый сход. Поезда ты трезвый Новый год. Везде слово «отрезвость» идет красная линия. Почему? Расскажи про значение «отрезвость». Да что рассказывать? Посмотрите лучше на значение пьянства. Посмотрите лучше, сколько есть пьяных поездов, пьяных Новых годов и пьяных сходов. Посмотрите на них и посмотрите, хотите ли вы в них участвовать или не хотите. Этого добра у нас в России предостаточно. К несчастью, у нас треть проблем в России происходит от пьянства. Так что вы, товарищи зрители, пожалуйста, отказывайтесь от всех алкогольных жидкостей. От них куча вреда происходит. И когда это наша уже в России практически системообразующая, странообразующая идея, конечно, нужно от этого отворачиваться. Только простой запрет на алкоголизм, хотя бы в течение каких-то мероприятий, существенно улучшает качество народа. Был я на ста разных фестивалях всяческих, начиная от Грушинского, кончая малоизвестных всяких фестивалях. Был я на куче разных забраний, мероприятий по всему миру. И если не ставить запрет на пьянство, то мы получаем то, что мы получаем. И мордобой, и пьянство, и воровство, и так далее. Если поставить запрет на пьянство, публика сразу будет лучше на порядок. Так что рекомендуем тоже проводить трезвые мероприятия. Это очень хорошо, это маленькая такая несложная вещь. Даже пьяница может отказаться от пьянства на период схода, и вот этого станет лучше. У меня есть знакомые, которые могут какие-то жидкости употреблять, но они, конечно, на сходе ничего не употребляют. А они становятся очень хорошими, адекватными людьми. Вот, они, бывает, такие люди приезжают на другой фестиваль, и все, и кирдык. Вот, так что, друзья, ведите трезвый образ жизни, а пьяные сходы, вы их увидите повсюду на Руси, и сами потом сравните. Ты сказал, что одна треть проблем в России от пьянства, а две трети остальные? Ну, во-первых, треть от многочисленных причин. Вот, а еще одна треть от неправильного понимания слова «любовь». От того, что люди начинают на очень многосложное слово «любовь» и сложные свои привязанности называть одним и тем же словом, а так понимание у всех разное, из-за этого начинаются проблемы. Вот, из-за того, что у слова «любовь» десятки, сотни разных определений, появляются два человека, называют себе друг друга, на это слово высказывают, и потом оказывается, что подразумевали все они разные вещи, и из-за этого возникает вторая треть проблем. А третья треть уже от многочисленных причин. Вот, уже кому-то денег не хватает, какого-то раздутые потребности от жадности, от глупости, от бюрократии, от многих причин. Но именно такой целый прям пласт проблем от пьянства и пласт проблем от этого, как раз от сложных привязанностей. Постоянство намерений ты выделяешь постоянно, как очень важная часть жизни человека. Расскажи про вот этот подход. Да ничего особо рассказывать-то о нем нечего. Главное, что если ты завоел будильник завтра на 6 утра, то надо проснуться в 6 утра и встать, а не переводить будильник на 6.15. Вот и все. В этом есть постоянство намерений. А потом уж, когда это освоить, не нужно быть проснулся, ой, за балконом-то оказывается снег, дождь, еще темно. Да еще, наверное, автобус не ходит. Лучше посплю еще в 15. Он переводит на 6.15. С этого начинается крах жизни. Потом он переводит на 6.20, так всю жизнь переводит, так постепенно исчезает в своей могиле. Так допереводил будильник. С момента, что ты строишь план на завтра, начинается та тема, что ты строишь план на следующую неделю, потом на следующий месяц, и потом же его и соблюдаешь. План на следующий год. И если на то будет воля Всевышнего, и на следующие, последующие годы. Если человек умеет планировать свою жизнь и выполнять свой план, ему будет жить удобнее, интереснее. И КПД, КПД, коэффициент полезный, если будет выше, чем если этот план за него составят другие люди. Хотя, опять же, я не отрицаю, что есть такие бестолковые граждане, что надо, чтобы за них кто-то составил план. То есть, есть такие бестолковые люди, которые ничего не могут ни план составить, ни выполнить его. И да, есть такие, которые из-под палки только функционируют. Не знаю, в чем причина. Может, детство их замучили, может, школа их затюкала. Но есть люди, которые, к сожалению, очень неорганизованы. Но, если вы хотите в жизни чего-то добиться, нужно иметь терпение и постоянство намерений. И в любом деле, не только там в путешествиях, в любое дело, нужно терпение и постоянство, если хотите успех обрести. Мне очень близко то, что ты говоришь. Но меня очень поразило, когда в твоих книгах я прочитал, что ты планируешь свою жизнь на годы вперед. Вот как это можно сделать? Расскажи, как на год, на несколько лет. Ну, все, можно, только сейчас пришлось из-за коронавируса в 2021 год объявить 2020-м технически. Потому что многие планы сдвинулись. Многие же мои планы связаны с перемещением, в том числе в разные заграничные страны. И из-за этого все планировалось нормально, все как-то нормально функционировало последние лет 20. А потом даже глубина планирования как-то возрастала. Там до 5 лет все было нормально. Тут возник этот вот коронавирусный кризис. И из-за этого один год вылетел. Многие вещи не получились. Но это уже нормально. Не только у меня, там у самых важных людей в мире. Там у Трампа, у Путина, у Си Цзиньпина. У всех самых великих людей в мире. И то-то что-то не получилось. Даже у всех людей в мире что-то не сложилось в 2020 году. Так что я не сильно горюю. Ни я один такой неумеха. А так в целом, да. Начинается, что планируешь завтрашний день. Потом планируешь постепенно. Учишься планировать следующий месяц. И потом его выполняешь. Не только планируешь, но потом планируешь следующий год. И тоже его выполняешь. Ну или хотя бы на 90%. Потому что опять же такие вещи бывают, как макаронавирусы или прочее. Бывают случаи из-за внешних причин. Что-то не работает. Например, я объявил заранее дом для всех в Дамаске. Я люблю Дамаск. Мне он нравится. И тут уже объявил. Заранее всех позвал. Тут хоп, начинается в Сирии война. И мы сидим с друзьями. Думаем, что с войной ехать. Дамаск не ехать. Вроде бы и война. Конечно, интересно. С другой стороны, вдруг кого-нибудь там стрельнут. И будет потом жалобы начнутся. Позвав в гости. В Дамаск там кого-то убили. Поэтому дом пришлось перенести в Стамбул. В 2012 году принесли дом в Стамбул. Я, конечно, съездил в Дамаск индивидуально. С Катериной Бояровой. Мы съездили в Дамаск в 2012 году. Аккуратненько. Но, конечно, дом никакой там не стали делать. А дом открыли в Стамбуле. Чтобы люди были в большей сохранности. И тоже был еще один случай переноса проекта. Был проект «Дом для всех во Львове». Мы долго этого ждали. Собирались поехать во Львов. А тут на Украине возник Майдан. И стало трудно на Украину заезжать. Особенно нам, людям мужского пола. И перестали пускать фактически. Если даже я и могу проехать на Украину индивидуально. Там проникнуть, там болтать пограничника. То как людей там всех протащить? Почти невозможно. Поэтому мы открыли дом для себя в другом городе. В Севастополе. Который, как получается, и украинцы считают, что он украинский. И русские считают, что он русский. Все довольны. В доме в Севастополе пожило у меня 503 человека. Очень популярный был дом. 503 человека пожило за 3 месяца. Одновременно ночевал бы 50-60 человек иногда. Так что бывает иногда из-за внешних причин приходится что-то переносить. Но главное, чтобы не быть самым раздолбаемым. И из-за своей флюгерности не переносить. Люди такие флюгеры, которые не знают, что хочет. Он все время меняет свои намерения. Если ты все время меняешь направление действий, то трудно очень обрести успех в жизни. Но если ты куда-то двигаешься, надо выбрать какое-то одно направление. По нему двигаться. Ну а внешние причины, такие вот, как эта война в Сирии. Тут уж не мы виноваты. Ладно, перенесем, отложим проект Дамаски. Надеемся, по воле Всевышнего, что когда-нибудь закончится эта война в Сирии. И вы, товарищи зрители, и мы еще раз в Сирию поедем. И в Сирии одна из лучших стран Ближнего Востока. Желаю сирийцам мира, и чтобы они как-то там починили все. А технически как выглядит планирование? Это у тебя органайзер, блокнот? Это бумажное планирование. А потом я вывешиваю в компьютере, всем сообщаю. Во-первых, сначала я в тетрадки записываю. А потом я уже вывешиваю в интернете, чтобы люди и другие знали. Очень полезно свои планы довести до тысяч людей. Во-первых, тогда уже не будет какой-то повод там говорить. О, я не собирался, я вообще не думал об этом. Это вообще не мои планы, ничего. А во-вторых, еще на мои планы ориентируются многие сотни других людей, которые тоже строят свои планы. В том числе планы путешествий, чтобы как-то пересечься со мной. Приехать на тот же лесной трезвый слет, который я организую. Там, скажем, в Приморском крае, который я заранее за три года объявил. Люди знают, что там будет точка сбора. Люди не только на слет приедут, но и будут изучать Приморский край. И, разумеется, поедут туда и на Сахалин, поедут во все эти места. Поедут, потому что там будет слет, и там все объединятся. Или вот они поедут, люди, в какой-нибудь дом для всех. Например, в любой город. Красноярск, будет Стамбул. Заранее объявленный проект, скажем, во Владивостоке или в Архангельске, или в Мехико. Потому что я заранее это видел. Люди и так же уже начинают за год уже кто-то авиабилеты себе присматривает. Кто-то там свой отпуск выкраивает на работе, договаривает, чтобы у него отпуск был там где-то заранее, за год. Кто-то склеивает там два или три отпуска, чтобы как-то поехать сразу на несколько месяцев, у кого короткий отпуск. Так что на меня ориентируется еще и много сотен других людей. Поэтому для меня и важно вывесить заранее свои планы, чтобы люди не были в непонятках. Вот так. Понял тебя. Скажи, а вот за все эти годы, за 30 лет путешествий, было такое, что кто-то на твоем жизненном пути, какие-то люди, они меняли это мировоззрение, хотя бы немного? Ой, ну как-то люди нет. Переворачивать вообще нет. Я достаточно похож на сам на себя полжизни назад. Если взять себя сейчас, вот мне 45 без копейки лет, вот, скажем, взять меня в возраст 20 или 25 лет, посмотреть, да я такой же, вот. Ну, может быть, борода более посидела, а так-то ничего не поменялось фактически. Да, и что-то там какая-то плена, чем я там в жизни пересмотрел. Вот завел себе жену Катерину Байер, мне в хаджи насоветовали. Вот, я ездил в хаджи, в мекку, и мне там все посоветовали. Все хорошо, но надо завести жену. Я уже 40 лет, уже пора. Ну, что-то не хотелось, ну уж такие специалисты там в хаджи, такие бородатые специалисты, уж во всем специалист. Ну, попробую, ладно, воспользуюсь советом других людей. Если уж там собралось столько умных людей, давай попробуем завести жену, может быть, что-нибудь интересное за это будет. Вот, поэтому завел себе, ну, женился на Катерине, с которой мы и так до этого ездили много. Вот, значит, ну вот. А так, прямо что-то кардинальное. Да, пожалуй, нет. Я как-то всегда старался думать о жизни, планировать свою жизнь, просто, может, дальше стал планировать, больше стал знать. А так, ничего такого существенного за последние 25 лет моей жизни не поменялось. Если я бы встретил бы себя в возрасте 20 лет, если эти два человека познакомились, я 20-летний, я там 45-летний, да нам бы не о чем было бы ругать друг друга. Вот. Мелкие совсем советы дал бы я себе 20-летним, совсем уж мелочи. Вот. Например, такие же там, если в зубах дырка появилась, то надо сразу заделывать и не ждать, пока зуб развалится. А так, какие-то кардинальные жизненные советы, да нет, все нормально. Ты путешествовал по 130 странам мира, видел самых разных людей, разные мировоззрения, мировосприятия, разные религии. От католических костелов, православных соборов до мечетей мусульман и буддистских хурулов. Дасизм, кришнаизм, все видел. Почему ислам? Ой, ну, потому что я понял, что ислам наиболее соответствует, во-первых, моему собственному мироощущению. А, во-вторых, я понял, что ислам, как основа всех религий, там единобожие, которое постепенно в других религиях уже наросло, всякие дополнения, наросли новшества. Посмотреть, что основа-то всех религий единобожие, и основа и того же христианства, тоже и сикхизма. Всюду основа единобожия, и в исламе оно сохранилось наиболее в чистом виде, на мой взгляд. Вот, это первое. Второе, что ислам, он практической религии, дает советы, ответы на практический вопрос. Христианство не дает многие практический ответ. Христианство ничего не говорит о организации общества, государства и мира в целом, а говорит о только личном самосовершенствовании. Есть также и другие особенности разных религий. Ну, а буддизм мне как-то не нравится, потому что там нет идей бога-творца вообще. Куда-то они его задвинули, этого бога-творца, и вообще нету. И сделали из этого культ самого Будды во многом. Ну, и так я подробнее, у меня есть в блоге текст, там про рамаданной истории называется, подробнее почитайте. А сейчас уже не будем переходить в религиозную лекцию. Вот, пропаганду устраивать не будем. А так, да, я понял, что ислам это наиболее соответствует тому, что и моему миру ощущения, и тому, что должно быть вообще. И вот принял ислам уже в 2001 году, уже, да, 20 лет назад. В твоих путешествиях приходилось встречаться вот как раз с представителями террористических организаций, вот, с теми людьми, которые радикально ислам исповедуют. Если да, что ты им говорил, как-то пытался на них воздействовать? Ну, как я уже спрашивал, меня уже спрашивают, да. Во-первых, за пределами России, да, встречаются люди, которые имеют разные идеи. В том числе встречаются и люди, которые какие-то радикальные идеи проявляют. Вот, но таких людей бывает, что больше надо выслушать. Вот, то есть, такие люди, им не надо что-то говорить. Наоборот, у них проблема в том, что им надо выговориться, их надо выслушать. Конечно, например, встречаются, например, чеченцы, которые и проявляют антироссийскую позицию. Такие есть, которые как-то пострадали в войну в 90-е годы. Такие есть. Живут они часто за пределами Российской Федерации. Вот, что-то им говорить, ну, вообще, зачем что-то говорить? Лучше выслушать. Это будет гораздо лучше, они разрядятся в слова, чем во что-то другое, в какие-то активные действия. Так и в других странах, да, иногда могут попасться люди, которые действительно готовы на активные действия. То, что их никто не слышит. То, что их никто не слушает. Выслушать их надо. Чай с ними попить. Вот в твоих книгах тоже меня очень удивило, что ты, повоав в разных странах мира, описываешь, что с твоей точки зрения наиболее простые, честные, гостеприимные люди как раз исламских стран и вообще, ну, азиатских, нежели, например, европейских. Вот почему так происходит? Ну, во-первых, не так, чтобы все азиаты прям точно гостеприимны. Всех европейцев такого нету, но, скажем, китайцы, они менее гостеприимны, чем, скажем, таджики. А, скажем, христианские, христианская Замбия, она будет более гостеприимная, чем, например, мусульманская, ну, Мали. Почему-то нет прямо такой точной зависимости. Но, как правило, действительно, как правило, мусульманские страны более гостеприимны, как правило. Вот, может быть, потому что в исламе это напрямую сказано, что путникам надо помогать. Вот, и ислам, как сказал же, религия более практическая. Но вот сикхи, например, тоже, если было бы сикхское государство, это было бы самое гостеприимное, потому что сикхи – это самая гостеприимная религия, где прям все прописано, что надо еще принимать и кормить всех надо. И поэтому, если было бы сикхская какая-то империя, республика, то там путешественники, наверное, находились бы в самом почетном положении. А почему – непонятно. Вот, то есть, какие-то есть народности. Папуасы, например, это христианская страна, но папуасы крайне гостеприимны. А опередят в гостеприимстве наши и Кавказ, и Среднюю Азию. Папуасы очень гостеприимны, хотя они не мусульмане. Так что это не обязательно прям точно связано с религией. Расскажи про папуасов, которые прикрепляются к мистеру. Ой, ну папуасы. Вот все, пересказывать все истории – это совсем уже дело гибло и бесконечное, займет бесконечное время. Ну да, действительно, папуасам свойственно прикрепляться к мистерам, к белым. Уйдет папуас белого мистера. Думаю, что мистер испортился, потому что надо его спасать. И к нему прикрепляется. Потому что, по мнению папуаса, Вайтман, белый мистер, ходит всегда в сопровождении другого человека, обычно папуаса. И вот, его кто-то сопровождает. Поэтому папуасу, видев тебя, он становится дико, что ты один, и к тебе прикрепляется. И ходит постоянно с тобой. Ходит с тобой, там ты у него потом ночуешь. Он с тобой старается заниматься автостопом. Но с автостопом папуас и автостоп уже хуже. Потому что, когда ты один стоишь на трассе, уже все машины останавливаются. Даже встречные. Думают, что в белый мистер надо к нему прикрепиться. А если же ты стоишь на трассе с папуасом, то водители думают, что у тебя уже есть папуас. Поэтому не все так страшно. И уже останавливаются хуже. А так, да, папуасы не только гостеприимны, но и вот такое смешное свойство прикрепления. Очень трудно потом от папуаса открепиться. Он ничего особо не хочет. Ходит с тобой. Ходит, может, несколько дней с тобой ходить. Ну и, конечно, если ем, там подкармливаю папуаса тоже. Но он ничего не хочет за свою деятельность. Просто прикрепляется автоматически. И с тобой и купаться ходит, и в туалет с тобой ходит, и спит там рядом с тобой. Всячески тебя охраняет, пасет. Ну, такое смешное свойство у папуасов. Ну, вот в твоих книгах к одной из красной линий идет отношение человека к окружающему миру. Если оно доброе, открытое, хорошее. Если он сам по себе добрый человек, который там гостеприимный. Если он проявляет там доброту, щедрость. То и он этого же ждет от остальных, и люди так же к нему относятся. Вот не было ли каких-либо исключений в твоей жизни? Я понимаю, банальный вопрос, но все-таки иногда. Но исключения обычно это с бюрократами. Что есть как бы люди, а есть бюрократы. Вот с бюрократами, да, по-другому. То есть есть люди, 98% людей в мире это обычные люди. А есть бюрократы, чиновники всевозможные, которые придумывают разные запреты, ограничения и бумажную волокиту на пустом месте. Они же и в посольствах могут работать, и в милиции, и в полиции. Да, вот эти вот государевые слуги, они, как правило, другие, из другого теста. И в некоторых странах они могут даже вредить путешественнику. Так что будь ты даже хороший и добрый, но понятно, что в некоторых странах милиционеры могут цепляться. И даже в самых лучших странах, типа Таджикистан, например, там вредный очень милиционер. Да, таджики классный народ, они добрые, гостеприимные. Самая гостеприимная республика Союза это Таджикистан. Самые быстрее всего вас там в гости потащат, угостят, помогут всем. Товарищи таджики, они очень хороши. Но милиционеры там дурацкие. Вот милиционеры, да, они будут цепляться, просить какие-то деньги, взятки, регистрацию, еще что-то. Как достали эти милиционеры таджикистские? Уже там, уже бегут прямо. Идешь там фотографировать монумент там в центре столицы. Они уже из-под монумента выбегают, уже, вон они тебя высиживали. Вот, уже бегут к тебе эти милиционеры, ты им кричишь издалека. Пуль на дарам, пуль на дарам, денег нет. Они там уже как-то затормаживаются немножко. Вот, так что нужно помнить, что бюрократы, они немножко из другого теста. И в некоторых странах могут представлять даже определенную опасность и вред. Ну, такие чисто практические рекомендации все-таки. Если человек сам по себе добрый, правильный у него характер, настрой. Вот, если он оказался в ситуации, например, не знаю, под прицелом негров, которые... Ну, во-первых, ситуации все часто мы сами создаем. Вот. Во-первых, паспорт надо при себе хранить, при себе, а не в рюкзаке, не в палатке, там, не на полочке, там, в квартире. Паспорт носить при себе. Вот. Значит, дальше понятно, что у вас какой-то кто-то может прицепиться, а есть обычно умный, который у вас, если вот, скажем, из милиционеров, а вас отпустят обычно какой-нибудь умный, который в очках, вот, какой-нибудь начальник. Так что, если в случае, там, если под прицелами, или какая-то там милиция, полиция, еще кто-то, надо искать этого очкастого, вот, командира, который все проблемы решит. Он даже может по-русски разговаривать, потому что многие начальники, генералы, полковники в Африке, например, они учились у нас в Советском Союзе и, наоборот, отнесутся очень хорошо к гостю из страны мечты, из СССР. Так что, в случае обнаружения, если я там, не знаю, стрелять, хочет тебя, искать начальника, вот, самому тоже не отстрелиться, не носить с собой оружие, ведь вести мирный образ жизни, носить там зеленую полосатую одежду, там, цвет военного, вот, вот, ботинки высокие такие военные, подозрительные, тоже там в Африку не носить, тоже заподозрить могут чего-то, вот, иметь какую-нибудь справку, бумажку о том, что вы хороший человек, заранее можете эту бумажку написать дома, там, на разных языках, поставить печать вашего ростовского турклуба и ее показывать тем, кто обладает грамотностью. И работает справка? Справка работает для тех, кто читать умеет, помогает, да. Прекрасно. А как, вот, вообще, в мире отношения к русским? Правило, или хорошее, или никакое. В странах, там, третьего, четвертого мира, где мы когда-то что-то строили, лепили, воевали, лечили, чинили, возводили, как правило, в этих странах хорошее отношение, только удивляйтесь, почему-то нас, ну, перестали это делать, что-то опять, может, мы им что-нибудь построим. Это в странах, где был раньше социализм, или пытались его построить, начиная от Никарагуа, окончая Мадагаскаром. Представление о русских хорошее. Вот, есть страны, где никакого нет представления, это отсталые страны, где не было нашего влияния, типа Бацвана или Папуаси, там нету явного какого-то мнения о русских, вот. Ну, и есть страны, где немножко смогут с опасением относиться, вдруг мы их опять присоединим, вот, там, Польшу, например, и так далее. Но не в целом отношение ко всем русским, но отношение к нашим политикам, наверное, такое опасение, вот, растущей военной мощи и каких-то желаний расшириться. Но так, в целом, или хорошее отношение в мире, или никакое. Некоторые чиновники нас побаиваются, некоторых других стран, вот так. Вот из твоего опыта, если спрогнозировать на будущее, темпы глобализации, насколько они сейчас сильны, и, ну, вот, все-таки мир становится единым или нет? И будет ли он единым вообще, вот, в плане культуры, там, не знаю, других. Посмотрите, мир остановился единым, вот, пока макаронавирус не возник, точно это очень быстро происходило, все быстро одинаковеет. Люди стараются, многие в мире учить английский язык, не все, но это какая-то тенденция такая есть, стараются одеваться в китайскую одежду, пользоваться английским языком, использовать, там, автоматы Калашникова и сидеть в интернете. И все это примерно приходит во все страны, то есть все больше людей хотят использовать, там, американские доллары, советские автоматы, язык английский, вещи китайские, и очень много людей, которые уже не имеют ничего своего. То есть многие народности, которые уже ничего своего не делают, не производят, и тем более люди, живет он в доме, который построен из каких-то инородных материалов, вот, ест еду, которая тоже откуда-то привезена, говорит тоже не на своем родном языке, а уже выучил какой-то язык, там, оккупантов, и думает уже не своими мыслями, а мыслями, которые в него внушили телевизор или же какие-то интернет, средства массовой дезинформации. Начал же такого человека разбирать по частям, видишь, ничего нет, одежда, видишь, не его, дом, видишь, тоже не его, язык, даже язык уже не его, мысли и мысли тоже уже не его, все уже не его оказалось. И таких людей все больше. И поэтому власть над людьми приобрели вот эти вот, может, неизвестные какие-то корпорации, кто поставляет все это содержимое в человека, и вещевое, и денежное, и информационное. А люди, которые строят свои собственные дома, которые думают свои собственные мысли, говорят на своем языке и живут своей необычной жизнью, таких людей все меньше на свете. Вот. Не обязательно эти люди должны быть дикарями, босиком, с накладными пиписьками, папуасы, хотя и такие тоже люди есть, которые ходят в лесу с накладными деревянными пиписьками, такие тоже остались, которые ходят с пиписьками не потому, что их туристы фотографируют, потому что у них просто ничего нет, кроме деревянной накладной пиписьки. Такие люди существуют. Вот. Но их очень небольшой процент, уже одного процента на земле нет. Есть и эти афганцы, живущие в горных деревнях, в которых нет ни интернета, ни телефон, ни телевизора. Есть и жители Нигера, которые живут в этих хижинах. Такие тоже люди есть. Но также есть своеобразные люди и в городах, даже в центре мегаполисов Москвы, Нью-Йорка и так далее, Чикаго. Есть люди, которые хотя и ходят вроде бы в обычной одежде, но они хотя бы внутри имеют свои собственные мысли. Такие люди тоже еще остались. Вот. То есть у нас осталось полпроцента людей, которые живут в бытовом плане самостоятельно, и полпроцента людей, которые еще имеют свои собственные мысли. Такие тоже есть. Вот. А остальные, да, примерно одинаковые. Ну, непонятно, что с этим делать хорошо это или плохо. Да, это факт, что планета более-менее становится похожей. Мы можем прилететь на самолете за одни сутки, ну, вот, когда кончится вирус там в Австралию, и там будет все более-менее похоже на Норвегию. Мы прилетим в Душанбей, Душанбей будет все больше похож там на, скажем, Гватемалу-Сити, ну, по бытовым аспектам. Но все-таки, конечно, жалко, что какое-то своеобразие планеты уменьшилось за последние столетия. Жалко, но это факт, так вот история идет. Сколько языков нужно знать путешественнику? И сколько слов в языке? Ну, языков много знать не нужно, потому что путешествуют люди даже, не зная ни одного языка, даже глухонемые есть путешественники. Значит, но полезно для общего развития знать хотя бы начатки того языка, куда ты едешь. Вот, если выучишь там хотя бы шесть слов на местном языке, то уже начнешь с этого какую-то беседу. Вот, выучишь шесть слов, потом постепенно увеличиваешь разговор. Если страна приятная, интересная, ты увеличиваешь болтливость, и у тебя все больше и больше слов. А если там язык не понравился, или страна какая-то, ну, не та, или просто язык не пошел. Да, полезно иметь слова, написанные на бумажке, на картонке, которые вы будете показывать людям, которые грамотные. Особенно это часто применяется метод в Китае, потому что в Китае язык такой загадочный, что такой на слух не всегда легко его мне воспринимать. Поэтому в Китае, скажем, я использую бумажные слова, которые я напишу на картонке заранее. На планете Земля более шести миллиардов человек, перенаселение. Это проблема с этой точки зрения или нет? И как с этим можно справиться? Вот, в частности, ты очень достаточно скромен и, ну, может быть, аскетичен не то слово, ну, скажем так, аскетичен в быту. Можно ли такую модель поведения рекомендовать в другом мире? Ну, я не очень скромен, я, пожалуй, наоборот, излишне разожрался. Вот, а что касается перенаселения, люди довольно компактные существа. Например, в Бангладеш живет 168 миллионов человек. Хотя Бангладеш, ну, и Ростовская область, они сопоставимы по размеру. Небольшая страна Бангладеш, на карте не каждый ее найдет. Ну, да, чуть побольше Ростовского область, там 168 миллионов человек там хранится. Есть и другие страны, очень населенный. Остров Ява, такой маленький остров, Сахалин, там 150 миллионов человек. Так что люди, в принципе, они компактны, да более того. Вот у нас, когда я в Севастополе жил, снимал дом для всех, у нас там одновременно ночевало по 50-60 и больше человек одновременно. А с пик сезона там у меня в одной комнате 18 человек ночевало, а одна комната была специально под беженцев с Донбасса отведена. И там жили беженцы с Донбасса. На участке у нас стояло еще 20 палаток. Так что вообще люди довольно компактны, если так посмотреть, жить совместно более эффективно, чем жить порознь. Берем 10 человек, которые 10 человек построили, 10 домов, живут 10 человек, и каждому что-то не хватит. Каждый завел себе стиральную машину. А если они живут 10 человек в одном доме, им достаточно одной стиральной машины. Или берем, скажем, живут там, скажем, 10 туристов в 10 разных домах. И у них там, скажем, есть лыжи и веревки. И вот какие-нибудь еще атрибуты снаряжения. Если они все порознь, то каждый имеет все атрибуты снаряжения сам. А если они меняются, то он, да, пожалуйста, взял веревки или взял палатку, или взял эти лыжи у другого человека. Не всем же обязательно надо одновременно куда-то ходить. То же самое стиральная машина, то же самое, не знаю, с зимней курткой, например. Вот, понятно, с какими-то другими вещами. Сегодня один пошел зимой на Урал, а другой уехал в Индонезию. Понятно, им не нужно 2 зимних куртки на двоих. Одной достаточно и так далее. Так что, когда люди живут вместе, это дешевле, удобнее. Не нужно готовить 10 раз по одной каше, это расходы времени. Сварили одну кашу на всех, это будет быстрее, чем 10 людям 10 каш разных варить. Все остальное тоже. Один Wi-Fi на всех завели и хватит одного Wi-Fi, чем каждый себе свой Wi-Fi роутер купил и свой интернет себе провел. И так далее. Если посмотреть, то жизнь 10, она гораздо выгоднее, чем жизнь 10 людям поодиночке и так далее. И так вот дальше мы смотрим, что чем люди ближе друг к другу, тем это выгоднее, тем это удобнее и коммерчески, и с точки зрения использования ресурсов Земли. Сегодня я что-то выкинул, а оказывается, вещь была как раз нужна моему соседу. Вот, потому что то же самое, вот сколько раз я использовал разные компьютеры, они всегда почти всегда дарены. Из какого-нибудь человека, который себе купил дорогой компьютер, а этот более дешевый, он не знает куда деть. Ну, а я говорю, так давай мне, вот, мне как раз нужен компьютер. Для меня это будет уже современный компьютер, а для него нет, это уже отстой, это уже не то, куда бы его выкинуть. Также и другие всякие вещи, вот, даже и там, то телефон, то еще чего-то. Столько разных есть вещей, которые кому-то не нравятся. Пожалуйста, другой человек использует. Поэтому жизнь совместная, это будущее человечества, то есть оно будет продолжать увеличиваться в числе. А как раз подробнее, все в книге «Решение проблем в простейшем» все это я излагаю. Да, совместная жизнь удобнее, дешевле, чем жизнь индивидуальная. И не 6 миллиардов, 60 миллиардов нормально запихнем, если не будем тратиться на войну, не будем тратиться на всякие выяснения отношений друг с другом, будем лучше относиться друг к другу и беречь то, что у нас есть. Не заваривать всю квартиру, весь дом одинаковыми ненужными вещами, а как-то делиться ими с теми людьми, кому они нужны. Фримаркеты использовать, то есть это, получается, бесплатная раздача. На слете мы тоже часто привозим. Вот у меня скапливается от моих друзей, родственников вещи, одежда. Сколько одежды? Можно целый полк одеть. Ну, не выкидывать же. Такой большой мешок возникает, на слет приношу, и на слете люди разбирают, кому эта одежда. То есть, нужна, разбирают ее бесплатно. Вот так и другие вещи. Так что делитесь с другими людьми тем, что у вас есть. И также не стесняйтесь спросить у себя ВКонтакте, когда вам нужен там какой-то вам нужен, не знаю, телефон, патефон, не знаю, магнитофон, честно, компьютер, ботинки, куртка. Спросите у себя ВКонтакте на страничке. Может быть, кто-то из ваших друзей уже имеет лишнее, не знает, куда пристроить его квартиру завалено. Вам это отдадут, вам будет удобнее, меньше расходов, а тому не думать, куда пристроить это дело. Вот так. Так что влезет и 60 миллиардов. Давайте, трамбуйтесь. Антон, спасибо большое за беседу. На здоровье. Это был Антон Кротов. Да, Антон Кротов. Спасибо за беседу и за приют в городе Ростове-на-Дону. Увидимся еще не раз. Спасибо. Друзья, планирование – это основа успеха во многих делах. Учитесь планировать, а кто умеет, тем более, хорошее дело составить новый план на 2020 год, ну и на последующие годы тоже. Берет тетрадку. Вот у меня есть тетрадка. Я уже новую сейчас купил тетрадку на 2020 год. Берет тетрадку и спокойненько пишете все даты. И потом уже туда вставляете все свои дела. У вас не так уж и много осталось дней жизни в целом. Ну, там, может быть, у кого-то 10-20 тысяч дней. Но в целом надо ко времени относиться бережно. Поэтому, друзья, составляем план на следующую неделю, следующий месяц, следующий год. Аккуратненько размечаем, как я делаю в предыдущих годах. Вот, аккуратненько размечаем. И, ребята, самое главное, выполняем свои планы. Самое лучшее – это постоянство намерений. Поэтому, друзья, составляем планы на 2020 год. Составляем планы на ближайший месяц, на ближайшую неделю и на завтра. И не ложитесь спать, пока не придумали, что вы будете делать завтра. Запишите это. Никто ваши планы за вас не составит. Ни родители, ни преподаватели, ни вожди какие-нибудь. Составляйте планы и реализуйте их. И будет вам от этого счастье.